Давайте с вами зададимся простым вопросом. Просто ли быть театром? Возьмем, к примеру, некую птичку, которая захотела стать дятлой процессом эволюции. Ну, само понятие захотел уже очень интересно. На самом деле, последователь Дарвина, сейчас Гекси самого Дарвина все время обвинял в этом выражении «приспосабливая мать», как будто во что-то приспосабливается. То есть уже в этом понятии «приспосабливаться» есть некий замысел, то есть некое осознанное действие. Он требовал, чтобы Дарвин придумал что-нибудь такое, чтобы не было вот этого смысла содержащегося. Но вот все-таки в процессе эволюции некая птичка становится дятлом. То есть всякая история по теории эволюции начинается со слов «давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве». И вот была давным-давно птичка, и вот наступила такая почему-то ситуация, я же не знаю, чем она была вызвана, что нигде червячков не осталось, ни на листочках, ни под камнями нигде, а только лишь под корой деревьев. Из голодухи птичка все-таки догадалась, неизвестно каким образом, потому что птицы же инстинктами пользуются, инстинктами вложены от рождения, что нужно продолбить дырку в коре дерева, чтобы оттуда достать этого самого червячка. Птичка, как птичка сидит на ветке, на что она опирается? На ножках. На ножках, да, вот две, то есть две точки опоры. Птичка садится на ветку, имея всего две точки опоры, и с размаху ударяется головой об стол. По физике мы знаем, что действие равно против него действие, то есть в той же силе с такой... То естественно, что имея всего две точки опоры, птичка тут же перевернется обратно. Но проблема в том, что она же не передаст предкам идеи, что делать этого не надо. Поэтому, сколько птичек и будет прилетать и пытаться, никакой эволюции происходить не будет. Каждый из них будет отбрасывать. Дятел же на самом деле, значит, не сидит на лапках. Дятел сидит, опираясь на хвост. То есть у дятла, в отличие от всех остальных птиц, особый хвост, который при всем при том позволяет ему летать, но он является для него опорой. И дятел закрепляется, значит, он садится на хвост, а лапами он так придерживается к дереву. И это дает ему три точки опоры с очень четким основанием. И таким образом он сидит на дереве и может пробивать кору дерева, при этом не теряя равновесие. То есть даже если в результате какого-то эволюционного процесса у птицы образовался случайно такой хвост, вот это мы еще не даем. Носом ударяли, если бы что-нибудь? Ну да. Очень больно, да, очень жестоко. Ну кровь может и не потечь, но все равно это очень больно. Вот. На самом деле, значит, дело в том, что наша переносница, она как бы, значит, хрящая, автономная сам по себе. У дятла это вопрос предосмотрен. У него, его клюв жестко связан костями с черепом. То есть для дятла бить клювом все равно как для человека бить лбом. И знаете, что есть большие специалисты, особенно в футболе или там в компаниях, где любят дискуссию именно таким образом проводить. Вот. То есть лбом бить все-таки не столь больно, чем носом. Вот. Вот у дятла, его клюв это часть черепа, в отличие от всех остальных птиц. То есть у него тоже это предусмотрено. И опять же, то есть, смотрите, случайно должно, что птица должна решить добывать к зачистке способом червячков. Что у нее должен быть, у этой же самой птицы мутация, таким образом соединен клюв с черепом. И эта же самая птица может сидеть на хвосте. Но хорошо. Но даже если лбом человек может бить, с отбойным молотком доводилось иметь дело? Да, не может. Вот. Представьте себе, что даже если лоб достаточно крепкий, давить лбом на отбойный молоток. Вот. Как только можно будет выдержать. Вы знаете, что у молотобойцев очень профессиональное заболевание от этих вибраций. Потом в суставах нарушения есть и прочее. Вот. То есть, на самом деле, а то голова. В ней мозг. Естественно, что при самой первой попытке добыть еду таким способом, у самой первой птицы сотрясение мозга было бы обеспечено. Но дело в том, что у дятла мозг не жестко закреплен в черепе, а он на антивибрационной подвеске. Как салон у хорошего автомобиля. Колеса трясет, а салон движется, не шелохнется, не колыхнется. Вот. Точно таким же образом устроен мозг у дятла. То есть, дятел долбит себе клювом ствол. При этом его мозг остается неподвижен и никакой тряски, тем более сотрясение мозга, он при этом не получает. Но дальше встает вопрос. Так, что-то я не тушну. Значит, ну все-таки у птички несказанно повезло. И в то же время, когда не стало червячков нигде, у нее оказался и хвост подходящий, и мозг подходящий, и череп подходящий. И птичка продолбила таки дырку в этом стволе. Каким образом она достанет оттуда червячка? Червячок, что она выйдет? Ой, что-то за свет такой в глаза. Достает языком. Хорошо. Чтобы достать что-то языком, нужно язык, чтобы хорошо выходил изо рта. Язык – это мышца. Насколько можно растянуть мышцу? Не надо сейчас экспериментировать. По памяти. Да. По памяти. Насколько можно растянуть мышцу? В сколько раз? Длина. Ну, два раза в три, в четыре. Раза в полтора. Раза в полтора. Мышца растягивается раза в полтора, чтобы не порваться. Если при какой-то травме ваша мышца растягивается сильнее, то у вас, значит, рвется мышца и серьезно уже действительно повреждение. Значит, таким образом, чтобы дятлу серьезно можно было там пошарить под корой, у него должен быть довольно длинный язык изначально, чтобы даже в полтора раза все увеличив, он мог довольно далеко отставать. Где он там во рту-то сложен-то, может быть, таким образом, чтобы это делать. Оказывается, у дятла еще есть одна интересная. Складывается просто. Особенно. Складывается. Скручивается. Вот. Спиральный предлагает язык. Вот. На самом деле, у дятла язык выходит в ноздрю, огибает череп и через гортань возвращается обратно. То есть, у него язык намотан вокруг черепа. Как на катушке. И поэтому, всего в полтора раза его увеличивая, дятел может довольно далеко им доставать. Правильный вопрос. То есть, хорошо. Ну, вот у лягушек, у земноводных, у рептилий язык складывающийся. Да. Ну, все, что они делают, они видят муху. Ляп. Языком ее поймали. Да. Вот. А дятла, что надо языком как-то управлять. То есть, если вы, опять же, экспериментировать не надо, но дома можете потренироваться. Вытяните язык на полную длину. То встает вопрос. Либо вы его вытягиваете и держите его вытянутым, потому что он должен быть напряженным. Либо вы им двигаете. Одновременно не получается. Потому что либо все усилия на то, чтобы сопридавать ему жесткость. Либо на то, чтобы языком двигать. Если вы язык полностью выдвигаете, то говорить вам уже вряд ли удастся. Потому что вам нужно это мышцы держать напряженное. Как же может, как же решает эту проблему дятл? А дятл решает эту проблему очень просто. Просто дело в том, что к дятлу поговорка, что язык без костей, не относится. У дятла язык обладает скелетом. Пять костей обеспечивает языку жесткость. И таким образом язык жесткий, а дятел уже с движением мышц языка может спокойно двигать. Ну хорошо. Язык языком. Язык длинный. Язык не без костей. Вот. Но как же таким языком-то все того же жучка вымануть? Чтобы гладить, пока он не замлеет и сам не вылезет. Не вылезет. Присосок у него нету, но дело в том, что слюнные железы дятла вырабатывают клей. Причем клеющий особый. Клей, к которому белок к нему прилипает, а опилки, кора дерева и прочее не прилипает. Клей избирательного действия. И таким образом он шурует этим языком под корой, при этом он не забивает древесным мусором свой язык. Но если там есть какие-то жучки, гусенички, то они к нему прилипают. Теперь посмотрите, если бы хотя бы одного из этих элементов не было бы у дятла. Ведь в процессе эволюции, как Дарвин утверждает, Дарвин четко сказал, нам папа Дарвин завещал, что если есть хотя бы даже один орган, который не мог бы возникнуть в результате медленных постепенных изменений, Моя теория местного свалка. Мы видим здесь не просто один орган, а целый комплекс, целую систему, которая является в эту самую сложность, не поддающуюся снижению. Не будь хотя бы одного элемента, вся система бы не работала и в результате никакой эволюции даже речи идти бы не могло. Любую ошибку это существо, умерев с голоду, уже не может информацию, что так делать не надо, передать своим потомкам. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Другой пример. Существуют вот такие вот красивые морские существа. Называются они анимоны. Они очень красивые, они похожи на цветы. С точки зрения биологии они относятся к классу кишечно-полосных. Ну собственно это и говорит, название собственно описывает всю их анатомию. То есть они состоят из одной единственной полости, которая выполняет функцию кишки. И вот эта вот кишка, она где-нибудь на камне прилеплена. И у нее вот есть вот эти щупальца, на кончиках которых находятся стрекательные клетки. Как только рыбка подплывает и касается этого щупальца, думая, что это растение. Тут же срабатывает стрекательная клетка, у рыбки возникает болевой шок. Вот она либо сразу помирает, либо впадает в бессознательное состояние. И ее эта кишка в себя затягивает, переваривает и таким образом интересным она существует. Можно конечно порассуждать, как в результате эволюции эта кишка обзавелась вот этими стрекательными клетками. Правда непонятно чем она питалась до того, как она им обзавелась и почему ее никто не съел. Если у нее не было никаких органов защиты. Но наша сегодняшняя история даже не про анимона, а совершенно другом существе, которое называется морской слизи. Так вот этого морского слизи есть очень специфическая диета. Он питается исключительно анимонами, ничем другим. Представляете, что такое слизень, как улитка без панциря. Вот этот морской слизень, он заглатывает анимона, но при этом... Что? Он больше напора. Ну вот соизмерим по размеру. Анимоны тоже есть маленькие, по началу. И дело в том, что весь пищевой тракт этого слизня покрыт мельчайшими волосками. Настолько тонкими и нежными, что стрекательные клетки не срабатывают. И таким образом слизень заглатывает этого анимона и его переваривает и тем живет. Опять же встает вопрос, если бы у слизни не было этих волосков изначально, то любая попытка питания перейти на другую диету, на анимоновую диету, окончилась бы плачевно. И то есть любые зачаточные виды этих волосков в результате эволюции, только начинающих появляться, не помогли бы. И зачаточным формам дальше не суждено было бы развиться. Вот. Можно сказать, что еще не было стрекательных клеток? Ну тогда анимоны... Ну мы перед этим говорили, что анимоны тогда каким образом существовали. Если у анимонов не стрекательных клеток, то анимонов не существует, они помирают с головы. Они на батареи прятали. Если... Вот. Органов движения у них нет. Вот. Это они просто вот на одном месте растения растут, ведут полурастительный образ жизни. А сейчас рыбы клоуны, да? Живут этих клеток. Да. Ну про клоунах мы сегодня не будем говорить. Значит... Но этим историей мы заканчиваем. Дело в том, что слизень переварив... Анимона переваривает эту самую кишку. А щупальца со стрекательными клетками он не просто не переваривает. А они проходят через тело слизня и покрывают его собственное тело. То есть он мало того, что он, значит, сам безопасно питается этим анимоном, он еще его разоружает. И его, этого анимона, оружие используют, пока эти стрекательные клетки еще некоторое время способны работать. Как, допустим, жалы у пчелы, когда пчела еще мертва, но жалы еще способны жарить. Вот. Точно так же, значит, пока эти клетки еще действуют, анимон этот слизнями пользуется. После чего он питается, в процессе этого он питается другими анимонами и постоянно их у себя обновляет. Здесь мы уже видим два существа, каждый из которых, во-первых, само по себе не являет эту сложность, не поддающейся снижению. Но более того, они вдвоем являют систему тоже сложности, не поддающейся снижению. Еще одно существо, которое может быть примером вот этой системы сложности, не поддающейся снижению, жук-бомбардир. Жук, он относится к категории жужелиц. Жужелицы есть в Курске? Жужелицы такие. Значит, нет, да? Вот, потому что, если бы были, наверное, бы с детства это знали. Это вот примерно такого размера жучки. На Украине есть. Вот, на Украине есть. Вот, у нас в Крыму их бывают два типа. Жужелица крымская, жужелица кемерийская. Один из них абсолютно черный и некрасивый. Второй истинно черный, такой блестящий, переливающий, красивый. И дети очень часто играют, увидев такого красивого жучка. Тут же его, значит, пытаются поймать. Там просто не спичный коробок. Если влезет, потому что, как правило, зачастую бывает даже больше спичного коробка. Но очень быстро охота у детей пропадает. Потому что жук этот защищается тем, что он выпускает жидкость настолько вонючую, что потом несколько дней не отмоешь руки от этого запаха. Вот. И всякий, кто имел дело с жужелицей этой один раз, второй раз уже не полетит. Жук-бомбардир, он тоже имеет защитный механизм, но несколько иной. Он тоже, он не выпускает в обидчика вот эту вот самую вонючую жидкость. Он более хорошо защищен. Он стреляет в обидчика струей пламени. То есть у него есть свой огнемет. И у всякого, кто, значит, пытается его тронуть, он тут же струей пламени стреляет. Вот вы здесь видите. Устройство его огнемета очень интересно. Если кто-то когда-либо интересовался устройством жидкостных ракетных двигателей, то, в общем-то, устройство огнеметного этого жучка гораздо совершеннее, чем созданные людьми жидкостные ракетные двигатели. Дело в том, что, ну, вы знаете, там, американцы на твердых топливных двигателях летали поначалу. Советская космонавтика изначально была на жидком топливе. То есть закачивается топливо в один бак керосин, в другой бак закачивается окислитель, кислота. Вот. И не дай бог, если они вдруг смешаются раньше со временем, моментальная реакция, взрыв, что, собственно, очень неоднократно и происходило. И у ракетчиков, вот те как раз, кто, химическое подразделение, которое заливает окислитель, в ракету это самое опасное, во-первых, сам по себе окислитель ядовит. Вот. Самая большая проблема, это чтобы топливо с окислителем раньше срока не смешивалось. И потом уже из этих двух баков топливо и окислитель, вот, кстати, гибель шаттла произошла, шаттл был на жидком топливном двигателе, и произошла утечка окислителя, и, вы знаете, с тем все кончилось. Челленджем. Вот. И топливо и окислитель поступают в реакторную камеру, где, соединяясь, взрываются. Талкаются, да? Вот. И да, придают реактивную тягу ракете. Но дело в том, что они поступают туда не каплями и взрываются за разу, а поступают туда непрерывными, то есть в реакторной камере ракеты происходит процесс непрерывного взрыва. Находиться рядом со взлетающей ракетой вообще жутчайшее ощущение. То есть нормально человек сдрагивает, слыша взрыв, и пугает это. Вот. А представьте себе непрерывное излучание взрыва. У нас в лаборатории как раз, когда рядом ракеты запускали, один сотрудник пытался в бункер под землю залезть от этого шума, не понимая, что состояние ужаса и паники нет того, что он слышит, от низких частот, которые человеческое ухо не воспринимает. А низкие частоты в земле гораздо лучше распространяются, чем в воздухе. То есть он не слышал самого запуска, но эфеев был гораздо хуже, чем если бы этот запуск слышал. У жучка все гораздо проще. Значит у него есть железы, которые вырабатывают вещество. Одновременно они вырабатывают гидрохинон, вещество, которое в качестве используется топлива, так сказать. А также вырабатывают перекись водорода. Причем в такой концентрации, что если капнут в человек, он на кожу, то кожу прожгет. Но в нормальных условиях эти два вещества между собой вообще не реагируют. И таким образом у него нет проблемы, чтобы раздельно было топливо, отдельный окислитель. Это все хранится в одном вот этом накопительном мешке, в одном топливном баке. И если когда жучка нападают, то можно пошевелить одной единственной маленькой мышцой. Мышцой, которая управляет клапаном. И вот эта смесь попадает в реакторную камеру. А в реакторной камере уже есть ферменты, которые выступают в качестве катализатора. Татализатор – это вещество такое, в присутствии которого начинается химическая реакция, не проистекающая в его отсутствии. Я надеюсь, что в школе химии все учат, со словом знакомы. Вот. То есть как только вещество попадает сюда, оно тут же взрывается. И под давлением, при взрыве, под давлением собственных, в общем-то, расширяющихся газов, раскаленная струя выскакивает из сопла. То есть жучку для того, чтобы выстрелить, тужится, не надо. Газы выходят под собственным давлением. То есть жук абсолютно расслаблен, не напрягается. И если кому-то доводилось охотиться, стрелять. Нет? В армии стреляют. Вот. Когда лучше точность попадания? Когда вы напряжены или когда вы расслаблены? Расслаблены. Когда расслаблены. То есть главная задача для снайпера – совершенно расслабиться, чтобы только лишь мышцы пальца, и единственное, что у тебя движется. Вот у жука это все получается естественным способом. Он попадает в свою жертву совершенно без всяких проблем. Вот здесь на фотографии лягуша, которая только что пыталась поесть у него жука, а теперь у нее распух язык, и она не может его засунуть обратно. А теперь скажите мне, вот эта вот вся сложнейшая система, если хотя бы одна деталь этой системы не работала? Лягушка бы съела? Либо бы лягушка его съела, потому что это не срабатывало бы. Либо бы, значит, если бы не было клапана, то оно взрывалось тут же и… Да, он бы как сапер ошибался только один раз в жизни и уже не мог передать своему потомству о том, чего именно не надо делать. То есть это тоже… То есть мы у этого жука тоже наблюдаем вот эту самую систему о сложности, не поддающейся снижению. Снижение. Показ Ma… ас픈. О, не очень удобно. по-другому. Тихо, на романке. Тихо, ноги. Субтитры сделал DimaTorzok